Друзья, всем привет! Сегодня мы посмотрим на новый Renault Duster И несмотря на то, что презентация этой машины произойдет только через несколько дней На тест, быстрый тест, она попала к нам уже сегодня Поэтому мы обязательно замерим ее разгон, посмотрим, что там изменилось внутри и снаружи Обязательно послушаем, стала ли она тише или нет, будет много всего интересного Поэтому обязательно поставьте свой лайк и подпишитесь на наш канал, если вы еще не подписаны Для нас это действительно важно Итак, Renault Duster 2018 Но перед тем, как мы начнем, хочу порекомендовать вам интересный авторский канал Ивана Сайченко Он работает в автосервисе и делится опытом по ремонту автомобильной электроники Показывает, как устроена машина изнутри и производит эксперименты А также у него есть раздел «Случаи жести» на СТО, где показаны редкие поломки, жесткие дефекты и просто приколы в автосервисе Подписывайтесь, ссылочку оставлю в описании За уже достаточно длительное существование Duster на нашем рынке Несколько лет назад машина пережила первый фейслифт Вот наконец-то в 2018 году выходит ее полное обновление Это совершенно новый автомобиль, как заявляет Renault И несмотря на то, что этот Duster построен на той же платформе, что его предшественник То есть и ходовая, и элементы подвески, полный привод, муфта Наверное, все, что отвечает за движение этого автомобиля Здесь осталось таким же, как было и раньше То есть это касается и моторов Потому что на нашем рынке он, как и прежде, будет доступен с двумя моторами Это бензиновый 1.6 на 115 лошадей И дизельный К9К полтора литра на 110 лошадок Но несмотря на то, что платформа та же, что и была раньше Изменений достаточно много В Renault говорят, что это совершенно новый автомобиль Говорят, что ни одна кузовная деталь не подходит от старой модели И помимо этого, также много изменений и внутри И по ним всем мы сейчас пройдемся Но, честно сказать, я когда смотрю на эту машину спереди и сбоку Надо присматриваться и понимать, что это новая модель Потому что если бы я увидел эту тачку на улице Я бы, наверное, его не отличил от старого Duster Только если бы посмотрел сзади, то там сразу явные изменения в лице фонарей Но к ним мы подойдем немножко попозже Первое, это, конечно же, форма капота и бампера с решеткой радиатора Потому что они отличаются сильно Если присмотреться, если поставить картинку старой модели Вы сразу заметите изменения Конечно же, изменилась головная оптика Теперь у нас присутствуют новомодные вот такие вот у Вася ходовые огни Но, честно говоря, несмотря на то, что это максимальная комплектация Здесь все так же галогенки и нету никаких линз И это немножко расстраивает Потому что хотелось бы в 2018 иметь хотя бы линзовый свет уже Еще одно важное изменение Вы можете наблюдать вот здесь, вот внизу значка у нас появляется камера вида фронтального Это на самом деле очень важно Потому что в некоторых конкурентах даже классом выше Камер впереди нету А здесь есть камеры, во-первых, впереди Во-вторых, сзади и, конечно же, по бокам То есть есть обзор 360, конечно же В максимальной комплектации И я обязательно немножко позже покажу вам, как эта штуковина работает Насколько вообще качественно она показывает и так далее Немножко изменилась форма крыльев На передних крыльях теперь присутствуют вот такие вот декоративные элементы Декоративные жабры, можно так сказать, фиктивные В нашей комплектации также есть надпись Свидетельствующая о том, что машина оснащена системами полного привода Я, честно говоря, не фанат всяких искусственных жабр или дефлекторов Но, тем не менее, внешний вид Чувак, да он сейчас приедет прямо сюда Что за хрень? Здесь нам покоя не будет Я думаю, что и на эту штуковину найдутся... Блин, ну слушай Не, Андрюха, я чувствую, мы здесь долго не сдюжим Изменилась форма зеркал Кстати, здесь они окрашены не в цвет кузова И, конечно же, в зеркалах у нас дублируются камеры обзора 360 Вот здесь снизу она находится Дверные ручки остались такими же, как и в прошлом поколении Это, кстати, отличительная черта семейства Dacia От того, что продается в Европе под логотипом Renault Потому что у всех Renault ручки идут более стандартные Удачи вот такие вот Такие вот, в общем Ручки мне тоже не очень нравятся Если бы поменяли ручки и поставили Renault Это было бы очень круто Но, к сожалению, унификация Поэтому, если менять, то, наверное, на всем модельном ряду Изменилась длина задней двери Она стала, по-моему, немножко шире, немножко больше Сама по себе линия остекления поднялась выше и площадь стекол теперь стала немножко меньше И еще одно важное изменение Передние стойки перенесены вперед на 10 сантиметров За счет этого стало немножко больше пространства в салоне Немножко меньше стал капот Дверь багажного отделения без электропривода Но, в принципе, в этом-то классе на подобные штуковины пока никто не претендует Поэтому не зазорно Как и прежде, объем багажника будет отличаться в зависимости от версии У полноприводной версии запаска находится под полом В моноприводной версии запаска находится снизу под машиной За счет этого там багажник немножко больше Но, тем не менее, по отношению к предыдущему поколению В новом Duster багажник стал меньше Это, конечно же, минус Потому что в полноприводной версии Объем багажного отделения раньше составлял 408 литров Сейчас, по-моему, 376 Под полом у нас спрятана докатка или даже запаска Потому что по размеру выглядит как запаска визуально А маркировку я не вижу из-за того, что она спрятана надалеко Слушай, давай достанем и посмотрим Мы же не просто так тачку взяли 215-65 R16 Если у нас 215 колеса стоят Да, полноразмерная запаска у нас находится под полом в багажном отделении Это однозначно плюс, потому что в случае чего у вас есть всегда полноценное запасное колесо под рукой Так, с этим понятно Кстати, размер колес в новом поколении на этой машине стоят 16 Максимальной комплектации в качестве допа, по-моему, вы можете докупить себе 17 диски Кстати говоря, о колесах на задней оси у нас все так же барабаны Платформа та же, изменений здесь нет И это такой еще, знаете, признак бюджетности автомобиля И второй признак бюджетности это то, что на задних арках нету никакой пластиковой хотя бы защиты Я уже не говорю про какой-то войлок и так далее Потому что вот в этой части у нас просто покрытый антикоррозийной И да и вот здесь вот везде, в общем, покрытый антикоррозийкой металл и все То есть шумку можно было бы сделать еще получше, но, как видите, нет И, конечно же, цвет новой машины, потому что раньше Duster был в более сдержанных цветах Сейчас появилось то, что я видел уже два новых цвета Это вот такой вот реношный, более темно-синий и более яркий оранжевый цвет Говоря о сборке, то к нам будут поступать машины румынской сборки В принципе, как было и с фейслифтом Слушайте, ну и совсем забыл сказать о каких-то внедорожных характеристиках Потому что конкретно для Duster я считаю, что это важно Что касается геометрической проходимости, то, в принципе, все очень похоже Клиренс, как и прежде, составляет 210 мм Угол въезда составляет 31 градус А вот угол съезда немножко уменьшили И вроде как с 36 он перепрыгнул на 33 градуса Но я думал, что в данном случае это не так критично Но теперь настало время переместиться в салон Изменений внутри здесь еще больше, чем снаружи По большей части они все полезны и значительные Но начнем с того, что изменилось не сильно Это материалы отделки В частности, мы говорим про торпеда и карты дверей Потому что пластик здесь, как и раньше, дубовый Но, тем не менее, в салоне я видел комплектацию Duster Когда вот здесь, вот на картах дверей Вся вот эта штуковина сделана кожаной вставочкой Причем, заметьте, со строчкой Чего в Duster никогда и быть не могло Важное изменение То, за что много ругали Duster Это расположение мультимедийки Когда она была расположена строго перпендикулярно водителю И низко, без какого-либо наклона Смотрела куда-то туда Рено прислушались и приподняли немножко мультимедийную систему вверх Помимо этого, ее развернули к водителю И поменяли угол наклона Таким образом, чтобы вам не приходилось больше наклоняться И смотреть на нее снизу Причем, некоторые владельцы Duster жаловались на то Что из-за неудобного угла наклона мультимедийки Она постоянно бликовала И даже если вам размещение ее не сильно мешало То из-за этих бликов Различить какую-либо информацию там было очень сложно Полностью изменился руль Теперь он более реношный Более качественный Тактильно, по ощущениям Есть тоже строчка вот такая вот На руле есть клавиши управления Круиз контролем Все клавиши мультимедиа и звуком В принципе, как и раньше Остались в виде вот такого вот джойстика Который находится справа от руля Появилась клавиша без ключевого кнопка Без ключевого доступа Чего в Duster тоже Слушайте, здесь много таких опций Которые как бы Duster выводит немножко на другой уровень Теперь уже абсолютно новый модуль управления климат-контролем В Duster теперь есть климат-контроль Раньше его не было Довольно прикольно прорисован С такими вот жидкокристаллическими экранчиками Мне, во всяком случае, очень нравится И вся вот эта вот по себе панель с кнопками Она похожа на то, что мы могли видеть в автомобилях классом выше Но, тем не менее, само качество исполнения Здесь все-таки, ну кнопочки обычные Никаких хромированных там или алюминиевых элементов нету Из того, что видно уже по кнопкам Первое, у нас появилась обзорность 360 Камеры по всему периметру Второе, парктроники по всему кругу Третье, экономичный режим, который можно подключать Четвертое, старт-стоп И, наконец, пятое, самое важное, чего никогда в Duster не было Это система помощи на спуске Благодаря которой вы можете, если вы не шарите, что делать надо на спуске В полноприводном автомобиле вы можете активировать эту систему И машина будет спускаться на каких-то внедорожных участках Без помощи водителя в плане нажатия на педали Потому что рулем все-таки крутить вам придется Но, тем не менее, балансировать скоростью машина будет сама Еще одно важное изменение Клавишу настройки зеркал заднего вида Теперь из вот этого стрёмного места под ручником Добавили на торпедо Теперь она находится, в принципе, в ожидаемом месте И найти эту штуковину намного легче Потому что раньше, первый раз, когда я сел в Duster Я, честно говоря, офигел Потому что ожидать, что эта штука будет находиться где-то там под ручником И нажать ее можно только, когда ручник будет поднят Ну, честно говоря, это было очень дивное решение Сейчас порешали На торпедо у нас новые дефлекторы обдува Алюминиевой вставки Но мне кажется, что это не алюминий, а пластики Притом не очень качественные Потому что как-то хлипковасто по ощущениям Вот звуки такие присутствуют при нажатии на эти штуковины И такие же вставки под дефлекторы обдува Которые продолжают дизайн Находятся на ручках дверных Что, в принципе, прикольно Важно! Руль теперь у нас регулируется и по вылету, и по высоте Раньше можно было его шевелить только вверх-вниз Теперь от себя на себя Клавиша управления полным приводом, как и прежде, находится на центральном туннеле Здесь все так же три режима Это 2WD на передний привод Автоматический режим И режим LOCK, когда полный привод заблокирован Но, как и прежде, заблокирован он может быть на скорости только до 40 км в час Потом муфта разъединяется Далее, из того, что у нас появилось Под пассажирским сидением появился органайзер В принципе, не очень большой Но в дастерах такого раньше не было Селектор коробки передач теперь в отделке из кожи Есть даже не совсем такое стандартное В какой-то мере, я бы даже сказал, специфическое решение Из хромированного кольца по кругу Вот если бы это кольцо можно было снимать и туда вместо вот этого розочку поставить То тогда это была вообще пуля Цены бы этой тачки не было Я вам скажу так, что даже шумоизоляция на задних арках Не дала бы ей такой форы, как розочка на селекторе коробки передач А без розочки вот как-то не так Хотя все возможности интегрировать ее сюда были Помимо этого, есть также важное нововведение Это датчики слепых зон в зеркалах Клавиша включения и выключения или активации этих датчиков Находится слева от руля То есть, когда в мертвой зоне у вас появляется какой-то автомобиль У вас загораются лампочки на зеркале заднего вида Это тоже штучка уже из машин более дорогих или более высокого класса, скажем так Ну и, конечно же, есть подогревы сидений Правда, одноступенчатые Пришло время теперь переместиться на задний ряд сидений Это моя любимая рубрика Поехали Итак, в рубрике для тех, кто сзади У нас сегодня сверхкороткий эпизод Потому что для тех, кто сзади, здесь есть только стеклоподъемники Подъемники, подстаканник Его можно условно считать бонусом для заднего пассажира Потому что им может пользоваться как передний пассажир, так и задний На задней стойке разъем 12-ти вольтовый Поэтому, если вы будете сидеть справа То вы можете подключить какой-то гаджет или какое-то устройство для зарядки Что касается объема свободного пространства То сейчас я сижу сам за собой Места в коленях мне предостаточно Говорят, что за счет переноса стойки и удлинения незначительного машины Добавилось именно место для задних пассажиров Места над головой вполне достаточно Я никуда не упираюсь Мне всего хватает Но и как-то на этом, пожалуй, все Больше здесь рассказывать, в принципе, особо не о чем Мультимедийка также обновилась Экранчик сам по себе небольшой Но есть навигация Есть показатели экономичности Есть подключение телефона И помимо этого появилась еще информация для внедорожья То есть, грубо говоря, внедорожный компас Направление и по осям, на сколько градусов Наклонена в данный момент ваша машина И также изменилась приборная панель Она все так же минималистична Здесь особо ничего Два колодца аналоговых, как и прежде И между ними монохромный экранчик бортового компьютера Камеры активируются клавишей нажатия на центральной консоли Их можно активировать, когда вы едете вперед И при этом переключать различные режимы То есть, как в большинстве автомобилей Сделать панорамный вид 360 сверху, как в GTA Здесь такого нельзя Но, честно сказать, в большинстве тачек, где то есть Я никогда не пользуюсь, потому что картинка там чаще всего отвратная Даже не зависит от стоимости самой машины В той же Volvo Там, короче, искажений там хватает Здесь вы можете переключать между четырьмя камерами И просматривать тем самым мертвые зоны В принципе, мне кажется, эта штуковина удобная Даже там, где есть 360 панорамный Я активирую именно камеры по бокам Когда надо посмотреть, есть ли какое-то препятствие На этом, пожалуй, и все Поедем кататься Конкретно эта машина с бензиновым мотором 1.6 Мощностью в 115 лошадей В машине, в принципе, очень тихо Пока ты не наступаешь на педаль газа Пока машина работает на холостых оборотах Двигателя не слышно совсем У нас машина с шестиступенчатой коробкой передач Как и прежде Первая передача здесь номинально пониженная То есть, она очень короткая И ее удобно использовать при каких-то подъемах Либо на внедорожье В обычных же условиях При обычной езде Я не использую здесь первую передачу Трогаюсь сразу со второй Ее хватает вполне Трогаться на этой машине сможет даже новичок Если вы выбираете себе механик Мы сейчас едем со скоростью 80 км в час На шестой передаче И мотор крутит в среднем 2.300-2.400 оборотов на этой скорости При этом расход по бортовому компьютеру Сейчас составляет 10,9 литра То, что еще стоит отметить На такой скорости Я не скажу, что в машине супер тихо Я не слышу звука мотора Но я отчетливо слышу шум Который поступает из колесных арок Или от колес Сейчас мы попробуем разогнаться побыстрее И послушаем, как ситуация будет меняться 130 км в час Ровно 3.500 оборотов И уже приходится повышать голос При этом шум уже отчетливо слышен и от мотора И аэродинамические шумы поступают в салон Я думаю, что заднесидящему пассажиру Слышно меня будет значительно хуже 13,6 Раз, два, три 13,6 Текущий результат 13,6 И это лучший из результатов Который нам удалось сегодня добиваться Блин, Ахтунг Друзья, у нас экстренная ситуация Я тупо хотел поправить зеркало в свою сторону Блин Кто собирал? Кто собирал этот автомобиль? Дядя, как такое вообще возможно? Слушай, не, ну это ж так не должно быть Итак, друзья Несмотря на то, что полный привод технически не изменился Значит и внедорожные способности машины в принципе тоже Нам очень интересно было бы посмотреть На что этот Дастер способен на оффроуде Но честно сказать, так как презентация машины еще не состоялась Ребятам из Рено мы пообещали, что вывозить на оффроуд Ее не будем Тем не менее, небольшое вывешивание мы для вас продемонстрировали Сейчас мы хотя бы можем посмотреть, насколько жесток кузов Как открываются двери Есть ли какие-то побочные эффекты при их открытии и закрытии Это все мы сможем посмотреть Итак, колесо находится в свободном полете Поэтому дверь я открываю Конечно же, открывается она легко Сейчас попробуем захлопнуть и посмотрим В принципе, зазоры и справа и слева не изменились Она совсем чуть-чуть, может на миллиметр, на полтора дверь съехала сюда Но это в принципе не критично и закрывается она совершенно без каких-либо проблем Двери и справа и слева закрываются без проблем Я уже проверил просто нижние двери Поэтому испытание накручения кузова Дастер проходит Но, честно сказать, вот когда машину презентуют Когда она появится полноценно в тестовом парке Очень хотелось бы взять этот Дастер Найти у кого-то, возможно, из подписчиков есть Старый Дастер, если у вас есть Обязательно пишите, попробуем сравнить Друзья, спасибо большое за то, что посмотрели это видео Обязательно поставьте лайк, если оно вам понравилось Не забудьте подписаться на наш канал, если вы не подписаны И, слушайте, прожимайте вот этот вот колокольчик Из-за которого видео нововыходящее не попадают вам в уведомления Спасибо еще раз, удачи вам всем и пока